Сейчас я вам рассказываю, что очень важно, чтобы у нас основа платья принцессы была солнцем. Платье принцессы может быть со сборкой, может быть без сборки, но обычно это всегда сборка по талии. Так вот, если мы с вами делаем даже атласное платье, то есть вот атласное платье у нас висит, мы можем сделать не на складках его, а на сборочке. Сборочка, например, 1 к 3 на тонком атласе, атлас Николь, например, вот есть такой очень красивый атлас, в ткани Руна он продается. Если вы берете ее на сборочку солнцем, это будет очень красиво. Но здесь встает вопрос, как же сделать сборку 1 к 3 на ткани, которая всего 1,40, 1,45 и даже 1,50 шириной. Очень часто бывает такая история, давайте повернем экран на Мольберт, бывает такая история, что ширина ткани 1,5 метра, но зачем-то друзья корейцы делают вот так, то есть вот идет ткань и вот они здесь вот что-то пишут, причем пишут там каждые 2 метра, название своей фирмы или название ткани, вот и приходится это срезать, приходится срезать и сантиметров на 8 уменьшать ширину. Что же происходит у нас? Мы с вами берем, как я уже сказала в предыдущем эфире, но повторюсь, берем атлас, сгибаем его, здесь у нас сгиб идет, здесь ширина 150, то есть ширина ткани, здесь долевая нить, где кромка у нас, рулон разматывается вот в эту сторону, мы вдвойне положили, здесь у нас бесконечность, вот здесь, потому что рулон, как бы он вот здесь вот лежит у нас с вами, рулон, который мы с вами отматываем. Итак, для того, чтобы сделать солнце из атласа, из кружева, из вышитой сетки какой-то, неважно, везде, где есть ширина 150, мы должны с вами, вот при коэффициенте сборки на талии 1 к 1 у нас примерно вот такое окошечко, 1 к 2 увеличивается окошечко, да, когда нужно 2 обхвата талии взять. То есть нам и на этот коэффициент сборки нам хватает с вами вот здесь вот длины, там длина юбки у меня обычно 120, если у вас поменьше, то точно влезет, вот, то есть и мы с вами отмеряем вот здесь вот 120, 120, 120, 120, да, вот такими вот лучиками отмеряем. Получается, что это у нас передняя часть, вот она, если в разворот, так как здесь сгиб, вот мы развернули и у нас получилась вот такая вот передняя часть юбки. Если у нас идет сборочка 1 к 2, например, то мы вот здесь вот будем эту вот сборочку иметь. Дальше. У нас платье, предположим, со шлейфом, потому что я вам уже рассказывала, что с точки зрения маркетинга всегда нужно делать платье со шлейфом, потому что невесты готовы за них платить больше, вообще, в принципе, женщины готовы за них платить больше. Итак, смотрите, у нас есть дальше ткань. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем, ну, примерно вот так. И, например, у нас здесь сборочка 1 к 2. Или 1 к 1. У нас здесь нет сгибов. То есть вот здесь у нас идет долевая нить. Да, это у нас спинка. Долевая нить. Вот это у нас бок. Вот это у нас бок тот же самый, что и здесь. Вот они совмещаются друг с другом. Вот этот бок соединяется вот с этим боком. И вот, пожалуйста, смотрите. У нас здесь 120, а здесь у нас длина шлейфа 120 плюс столько, сколько вы хотите. Например, 60. То есть 180. Получается, что вот здесь вот 180. Здесь у нас идет 120. И вы плавно, да, выходите на этот шлейф. Вот таким вот образом. Здесь собираете на сборочку 1 к 2 или не собираете на сборочку. У вас получается красивое платье со шлейфом. А теперь давайте подумаем, что же делать, если мы хотим сборку 1 к 3 или складки. То есть обычно, когда у нас сборка 1 к 3, ой, обычно, когда у нас тут бантовые складки, достаточно много их, то это примерно, примерно соразмерно сборки 1 к 3 или 1 к 4, в зависимости от глубины складок. Ну, примерно так. То есть в любом случае, если мы хотим глубокие, хорошие складки, мы вот сюда не пролезем. И если мы хотим сборку 1 к 3 или 1 к 4, мы тоже не пролезем. Например, у нас есть какая-то, есть шантильи или есть вышивка на сетке. Мы хотим сделать верхнюю часть платья вот такую вот пышную, красивую. Не получится это сделать. А нам нужно солнце, потому что я говорила вам уже, что по прямой, если мы возьмем по прямой, вот так вот выкроем, и вот так вот здесь вот соберем на сборку, будет вот такой эффект. Сейчас покажу эту женщину. Да, вот этот вот корсет, это будет вот так. Вот, это будет вот такая вот история. Красиво, правда? Вот так вот. Она вот так сверху будет вот так вот сборочкой, а снизу так вот будет пряменько. А если мы с вами делаем принцессу, то она будет вот такая. Вот в чем фишка принцессы. У нее здесь может практически, у нее здесь может и не быть даже сборки. То есть может быть совсем слегка. И зато у нее вот тут-то все фалды вот здесь вот внизу. Ну, посмотрите, есть разница между этими двумя платьями? Особенно если здесь шлейф выходит. Если мы хотим с вами, вот здесь вот тоже сборочка, да, у нас, например, да, вот один к шести, как я вам показывала, один к четырем. Можно сделать вот такое платье принцессу. Платье принцессу. Давайте вот сюда его засунем. Вот оно, принцесса. Оно вот такое вот. Здесь очень много, прям очень много. Оно фалдит, здесь оно прям столько сборки. А сверху сборки нет. То есть оно вот так вот идет сюда слегка. Нету сборки сверху. Как же вот этого добиться? Кто знает? Кто знает, как этого добиться? Напишите, пожалуйста, а я пока вам расскажу про другую историю. Кто знает, как сделать, чтобы вот внизу было прям вот много фалдочек, а сверху вообще сборки, чтобы не было. Давайте. Видите, три абсолютно разные истории. Это самая дешевая, но смотрите, как бы, да, насколько она вам нужна. Вот это самая дорогая история. Это самая дорогая. Двойное солнце. Ну, конечно, или тройное солнце, или четверное солнце. Да-да, у нас есть такие платья. Очень классно смотрится, особенно из трикотажной сетки. Она такая тяжеленькая. Вот, именно так мы и делаем. То есть у нас с вами швы будут вот так, например. Если у нас идет полтора метра, особенно ширина ткани, то много-много швов получается. Но все это в фалду туда уходит. То есть получается вот таким вот образом. На спинке то же самое. На спинке там получается тоже вот так, вот так и вот так. Вот, например, вот такой вот шлейф. И вот в каждую из этих вот историй у нас пропихнуто полусолнышко, 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 полусолнышко. И если посчитать все вместе, то получается, вот у нас такое платье и есть. У нас получается, сейчас, раз, два, три, три с половиной солнца. Вот, три с половиной солнца смотрится шикарно. Смотрится шикарно, но в три с половиной солнца у нас получается, вот оно полусолнце у нас, смотрите, 120, 120. Ну здесь сколько там, 30, наверное, да? Вот, это без шлейфа даже, если считать. 120, 120, 130, это получается 240, 270. 270, вот таких вот 7 штучек нужно. То есть 270 умножить на 7 штучек. Получается там, по-моему, 18 метров. Что-то около 18 метров я всегда покупаю, вот, этой ткани. 18 метров только на юбочку, которая будет без сборочки сверху. Это один слой, это только верхний слой. 18 метров. Соответственно, если у вас будет сеточка, которая стоит, там, ну, с глиттером красивая какая-нибудь, которая стоит 350, например, рублей и метр, то сколько у нас получается? Ну, я думаю, прокалькулировать тут несложно. 18 на 300, это 5400, да, получается вроде бы. И еще плюс половинка, ну, короче, тысячи семь с половиной у вас уйдет только на верхнюю юбку такую. Вот, это только ткани. Давайте предположим, сколько может стоить такое платье в рознице. Я думаю, тысяч сто, не меньше. Итак, вариант, самый интересный. Вариант, когда у нас с вами, то, что я вам говорила, к чему мы шли. Вот, сборка, например, нужна 1 к 4 или 1 к 3. Белоза Чирикова, странная женщина. Вот, давайте приподнимем, да, наверное, немножко, чтобы было лучше видно. Так, вы понимаете, для чего мы сейчас будем делать другую схемку, я надеюсь? Потому что мы не пролезаем по высоте. Вот у нас есть ткань, наша ткань, все та же самая ткань. У нее здесь сгиб, здесь у нее 150, вот здесь. Да? Толевая нить здесь. Итак, нам, например, нужно сделать 1 к 4. Ну, неважно вообще, как скольки. Вот, то есть мы с вами такие вот так вот хотим сделать 1 к 4. Тут, конечно, побольше будет, где-то будет вот здесь. Там же 1 к 4 сделать, а длина юбки 120. 120, получается, что мы берем с вами, вот так вот отмеряем, да. Отмеряем так вот. И у нас вот тут, вот смотрите, не пролезает. 120 примерно вот так вот приходит. И вот здесь вот так вот. Здесь 120, здесь 120. Но вот здесь, так как 1 к 4, то есть тут вот, вот здесь отрезок от очень большой. Сколько там при 1 к 4 радиус-то получается? Кто посчитает, то помнит коэффициент. В общем, тут порядка 50 сантиметров может быть. И, соответственно, если мы здесь у нас 120, а здесь 50, то, соответственно, мы в 150 как бы никак не помещаемся. Что же делать в таком случае, да? Если сборка 1 к 4. 1 к 4. Что же делать? Делать нужно очень просто. Нужно взять, это у нас передняя деталь, это полусолнышко наше, передняя деталь. Нужно взять, и вот у нас боковой шов. Это у нас бок. Разделить деталь. Насколько вы ее отделите, это все зависит от того, насколько вам нужно поднять. Ну, примерно равномерно нужно разделить. В любом случае, вот эта передняя деталь, когда мы сейчас развернем, у нас получится вот так вот. Вот это получится вот эта деталька со сгибом, да? А вот это отдельная деталь будет. Вот, посмотрите, что мы делаем. Мы здесь разрезаем, то есть делим. Это лучше, это сначала нужно на бумаге все сделать, расчеты сделать. Вот, мы здесь будем делать шов. Убираем вот эту вот деталь, отсюда убираем. И сдвигаем. Посмотрите, видите, вот мы вверх можем сдвинуть. Деталь мы сдвигаем вот на вот эту вот высоту. И тогда у нас пролезет вот эта вот история. У нас получится с вами вот так. Сейчас покажу. Заново. Вот раз, у нас с вами пошла история вот так. И вот так вот она, ну, примерно тут как бы, да? Примерно она вот так вот закончилась. Все, вот таким вот образом. И здесь у нас сгиб. Получается вот такая деталь. Вот у нас здесь сгиб был. Это передняя деталь. Ее будет одна деталь. Да, одна деталь вот такая вот. Эти мы детальки с вами отсекли. Соответственно, мы их расположим с вами. Направление атласа, кстати, соблюдайте. Соблюдайте направление рисунка. Потому что у атласа есть вот как бы, вот я елочками так вот обозначаю. Рисунок все равно плетение. Если вы потом возьмете и развернете ее в другую сторону, да, может, проверяйте это обязательно. Блеск с неблеском не совпасть. Как у бархата, вот знаете, у бархата ворс в одну сторону, ворс в другую сторону. Мы должны все кроить вот в эту сторону лицом. Поэтому обязательно посмотрите. Особенно, если кружево у вас. Поэтому, исходя из того материала, с которым вы работаете, вот эту деталь, куда вы ее подпихнете, куда вы ее, ну, выложите. Возможно, вот сюда вы ее выложите, да, вот сюда вот, вот таким вот образом. Вот. Едем дальше. Этих деталей у вас две. Вот этих две детали. Вот они, две детали. Они подходят боковому шову. Вот у нас боковой шов. Теперь у нас есть, дальше, у нас есть спинка. И там все то же самое. Там все то же самое. Вот мы берем у нас сборочка один к четырем, если, да, мы возьмем. Мы отмеряем. У нас здесь не пролезает по длине, потому что здесь мы слишком низко опустились. Получает, здесь у нас шлейф. Получается вот такая вот история. Вот. Здесь-то все по длине пролезло. Длина шлейфа может быть любой. Хоть вот туда, хоть на километр. Нам главное повернуть сюда. Итак, что же мы опять же делаем? Мы опять же берем и вот так вот. Вот так вот делаем. Эту часть убираем, а эту поднимаем. Вот эту берем и вверх поднимаем. Вот на эту вот высоту. Как раз таки вот этой высоты нам тут не хватало. Она вот здесь. То есть вот они. Вот эта высота, она вот здесь. Мы эту деталь выкинули и подвинули деталь вверх. И получилось, что мы расположили ее тогда. Вот так. Вот мы ее приподняли. Вот эту. Их тоже две детали. Вот у нас здесь боковой шов получается. Подождите. А, ну да. Да. И, соответственно, вот эту вот длинненькую деталь. Вот эта вот у нас вот тут вот длинненькая деталь, которая получилась. Вот эту вот. Вот мы ее передвигаем. Передвигаем ее дальше по этой истории. Замечу сразу, что расход Тани. Расход Тани. И расход Тани тоже у нас больше, потому что Таня у нас кроит все это дело. И расход Жени больше. И расход Тани больше. Потому что, да. Расход Тани больше намного. Потому что очень много выпадов получается. Видите? Все равно получаются выпады ткани. Когда мы будем располагать вот эти все детали. Потому что, если мы сюда расположим вот эту вот деталь спинки. А потом вот этот шлейф сюда мы расположим. Вот. Вот так вот сюда, да. Шлейф туда еще пошел. Вот этих две детали. Две детали. Две детали. И одна деталь. Вот. Получается. Да. Что получается? Получается, что у нас получится семь швов на юбке. Соответственно, юбка будет. Ну, так как она у нас со сборкой или со складками, это все прячется. Значит, вот она наша юбочка. Вот она, получается, солнышко. Со сборочкой один к четырем. И вот у нас получится вот здесь вот шевчик. Вот здесь вот шевчик. Это спереди. и по спинке у нас получается вот она наша пышная принцесса вот наш выход на шлейф вот у нас получается вот здесь вот, вот здесь и вот здесь все, здесь у нас сборочка атласная сборочка или у нас складочки идут да, это не важно все это спряталось и здесь еще тоже красивые фалды идут очень скоро будем с вами учиться рисовать скетчи красивые, чтобы это вот покрасивее все это выглядело не такой вот сарай-караван понятно ли это и понятно ли вообще, почему мы это делали вообще, для чего эта вся сложность понятно ли, я надеюсь, что понятно, потому что вот тут вот выше я вам показала простой вариант как сделать, когда у вас сборка один к одному, один к двум, когда мы пролезаем в ширину если вы вдруг, кстати, вот это будете кроить из какой-нибудь парчи, жаккарда шторный, то вот это вот не понадобится все потому что парча жаккард у них вот здесь вот 2,80 обычно вот то есть у нас получится, мы можем сделать вообще любую историю здесь какую угодно длину можно сделать, юбки и практически любую сборку вот все это будет пролезать это удобно я так себе национальное платье шила для конкурса красоты вот у нас было 2,20 у нас была вот эта ширина 2,20 потому что мы брали для постельного белья ткань там принт очень красивый был нам подходил вот итак, давайте, значит я отвечу еще на пару вопросов потому что, в принципе, я вроде на все ответила спрашивали еще, как пока вы пишете свои вопросы спрашивали, как же на пышное платье хотя на самом деле не обязательно пышное к любому платью маечку приточать но это вообще тема другого вебинара тема другого урока но первое, значит, мы настрачиваем ее на готовый корсет и второй вариант второй вариант он сложный особенно если у вас глубокий вырез то сделать еще сложнее если у вас корсет с V-образным вырезом то это сделать невозможно потому что там в один слой сеточка идет то есть если у вас классический корсет классический корсет то вы вставляете деталь болеро между деталью подкладки и между деталью основной ткани корсета перед тем, как запаковывать верхний срез корсета вы вставляете сюда болеро маечку собственно и все но мне такая история тоже не нравится честно вам скажу мне не нравится мне намного больше нравится потому что вот в этом месте вот здесь вот очень велика вероятность закусов ну прям очень Жень, велика же вероятность? вот если мы настрачиваем маечку, втачиваем вот в корсет то есть если еще на тест например, да на прямом вырезе там еще более-менее то есть если у вас прямой вырез здесь тогда еще там ну нормально все получится если есть вот небольшое сердечко даже хотя бы то здесь очень сложно то есть поверьте Жене которая этих болеронов тачивалась вот столько не раз в год она это делает а? самая проблемная зона да, самая проблемная зона если, например, когда у нас были платья Лола у нас такое из платья, рыбка и у нас болерой идет из гипюра из такого же, как и платья там гипюр достаточно ну не жесткий, но он такой упругий это не сопельки такие да, не шантильи не сеточка и там еще более-менее а когда идет тоненькая-тоненькая сетка это очень сложно втачать ну можно, но сложно есть вопросы? да а в своих платьях вы делаете какое-нибудь крепление для шлейфа для собственного нет мы делаем шлейфы километровые, метровые и мы не предполагаем что их будут куда-то там подцеплять невеста должна ходить и радоваться с этим большим и длинным шлейфом я дизайнер как бы я хочу чтобы они ходили так естественно невеста приходит в салон и говорит ну у нас в Саратове грязно осенью мне бы как бы хотелось чтобы он подкреплялся этим занимаются портные по подгонке в салонах они берут полторы тысячи рублей за то, чтобы один крючок пришить обычно вот ну потому что они бедняги там вымудриваются они там я не знаю, что они там делают красиво это сделать ну я не видела красивых вариантов если бы я видела бы красивые варианты подцепление вот этого многослойного шлейфа я бы, наверное, как-то это реализовала в своих платьях да, конечно да, либо окантовывайте то есть если у вас более мода более кутюрная если у вас индивидуальный пошив окантуйте да, можно в разутюжку окантовать каждый слой по отдельности ну, каждую сторону по отдельности можно заутюжить это все зависит на самом деле от того насколько плотный атлас насколько пышное платье да и насколько сильная сборка то есть смотрите сами у нас все обметывается на оверлоке все эти швы единственное, что мы сейчас обметываем то есть мы дай, пожалуйста, эту органзу единственное, что мы сейчас обметываем это мы обметываем органзу и жесткую сетку вот есть такая органза вот органза, которая держит форму вот и у нее очень колючий вот этот вот край очень колючий то есть его нельзя застрочить и заутюжить понятное дело что этот слоях между юбок но мы все равно это окантовываем окантовываем чем этом вуалью окантовываем это вуалью мы посмотрели разные варианты то есть мы потестировали подкладкой сеткой евросеткой нет лучше вот когда режет край до лучше чем-то тоненьким но прочным вот вуаль нашли шторную вальт опять же и вуалью окантовываем кстати задавайте на корсет эти выпады идут на корсет и помойку смотрите когда вы вот на эти остатки не смотрите как на у боже у меня осталось столько выпадов столько ткани это платье которые мы сейчас разбирали с вами да вот такой атлас на например со сборкой она дорогое но не может стоить 10 тысяч рублей потому что как вы видите не столько рассчитать сначала уйдет у вас час там полчаса час у кого-то два уйдет кто-то это видео будет пересматривать еще это время потом вы сядете на бумаге чертить потом вы лекала еще начнете делать например на бумаге потом это все ну например я знаю все по-разному действуют потом это на ткани будете разматывать краить у вас день только уйдет на подготовку и это платье дорогое поэтому вы когда считаете себестоимость ткани вы считаете полностью отрез ткани вот сколько тут получается 9 10 метров порядка получается от 10 метров получается на сборку один к трем атласного платья ну и все ну и посчитали это и еще накинули плюс вы по оптовой цене как вот рассчитывается как рассчитывается себестоимость платья да в любом пошиве в индивидуальном не в индивидуальном я наверное кому-то сейчас откроют хайну великую но вы покупаете обычно со скидками например вот в ткани руна вот например вывод в руне есть такая история карта дизайнера там по моему есть там в принципе есть мелкий опт крупный опт то есть покупаете вы ткани постоянно в одном и том же магазине у вас там скидка например 40 процентов но у невесты то нету этой скидки у клиента то вашего нету этой скидки он бы пошел бы и купил бы за обычную бы цену как на метраж по метру продают поэтому вы считаете за затраты на этот класс например у вас 10 метров атласа вы знаете что оптовая цена его 300 рублей но в розницу он стоит 600 ну вариант почитать по 600 клиенту его то что ваш то что вы там много покупаете в этом магазине это только ваша заслуга это вы там покупаете это ваш доход это ваша прибыль поэтому значит и считайте 6 умножить 600 рублей умножайте на 10 метров это дорогое платье все эти выпады они идут в помойку ну или можете подушечек нашить подружка как вариант лучше выкинуть ну как встать рукав на сетке а как взять сетку и как 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 из обычной плательной ткани взять и соединить не по ним не понимаю вопросы не вижу сложности возьмите по выкроете себе маленький рукав вы сделаете пройму и втачайте просто возьмите и одной строчкой втачайте а можно потом еще окантовать то есть можно окантовать беечкой маленькой тоненькой из сетки они говорят что да но я крючком не вышивала на сонале крючком вышивать надо на шелковой органде а для нашивания аппликации вот как вот я вам показано для нашивания аппликации да подходит нормально он упругий достаточно не сильно тянется блиц опрос давайте заканчивать а все скажите пожалуйста вам понравился сегодняшний эфир хотите таких эфиров еще чтобы он был такой и с обзором да как у нас было первую часть и с расчетами и в принципе да ответила на ваши вопросы полезно или нет если полезно как всегда сердечки 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 вот такие воскресательные знаки кто потом на ю тубе будет смотреть там кто кстати первую часть скачает те молодцы что вы пишете какая я смешная вот я пойду сейчас дальше шить нашу коллекцию девчонки вон тут в тишине спрашивали кстати про пока будет прямой эфир я думаю что мы посмотрим если будет хороший хороший интернет то мы сделаем до эфир потому что девочки у нас мы все идем я-то буду за кулисами а то есть все наши сотрудницы идут мы да сделаем историю с бэкстейджа снимать так что ждите нас 1 октября у нас показ вот всем хорошего дня всем хорошего настроения ставьте лайки кстати я совсем забыла сказать кто там еще остался сегодня для тех для тех для тех кто у нас регистрируется на очные мастер-классы наши в санкт-петербурге в москве и в новосибирске у нас супер подарок супер подарок это курс по корсету онлайн на выбор любой то есть регистрируйтесь на очный мастер-класс и получаете еще в подарок онлайн курс все всем пока до встречи